В канун Дня Победы глава Кумина вестил ветеранов Великой Отечественной войны, которые в эти дни отдыхают в Республиканском социально-реабилитационном центре Максаковка. Вместе с ними поправляют здоровье труженики тыла, дети войны, узники концлагерей и участники специальной военной операции. Всего 50 человек. 78 лет назад воины-освободители поставили победную точку в самой жестокой и кровопролитной войне. День Победы самый главный, самый святой, самый важный и дорогое сердцу каждого нашего жителя нашей большой, великой страны. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, на вашу долю выпало очень тяжелое, очень сложное испытание. Вы выдержали, не сломались. Низкий вам за это поклон. В преддверии Дня Победы ветераны смогли выехать на отдых в эти дни и в соседней области. В Кировский санаторий «Колос» и Ярославский «Золотой Колос». На эти цели регион выделил 20 миллионов рублей. Поправить свое здоровье смогут до 700 человек. И, конечно, такое внимание не осталось незамеченным со стороны самих ветеранов. Ветераны ездят бесплатно в Киров лечиться. Сейчас уже Ярославль с этого года. Поэтому большое спасибо Туристическую Республику за заботу о нас в Сибири. Все участники заезда обязательно побывают на параде Победы в столице Куми на торжественном концерте филармонии. Станут участниками приема главы. А пока же в Максаковке для них выступили известные артисты и коллективы. После чего слово взяли участники специальной военной операции. Желаю счастья, здоровья, любви, понимания и долгих лет времени. Сегодня внуки, правнуки, сыновья отстаивают честь нашей Родины. Хотелось бы поблагодарить их за это. Хочу закончить свое выступление со словами «Наше дело правое. Победа будет за нами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.